Таджикистан Очередное задержание имам Хатыба в Таджикистане Таджикистан – одна из самых слабых республик в мире Новая национальная стратегия властей Таджикистана В Таджикистане на сегодняшний день задержано более 10 имам Хатыбов В интервью журналистам председатель Комитета по делам религии и упорядочению традиций и обрядов Таджикистана Хусейн Шакиров сообщил, что на данный момент правоохранительные органы Таджикистана возбудили уголовные дела и ведут расследование в отношении 14 действующих и бывших имам Хатыбов Из 14 задержанных лиц только двое являются действующими имам Хатыбами, остальные либо давно были освобождены от должности, либо недавно не прошли аттестацию, сказал он При этом он не раскрыл подробности обвинений, которые предъявляются задержанным лицам Следует заметить, борьба с исламом сегодня стала для тирана Арахмона одной из приоритетных задач То есть тяга народа Таджикистана к своей религии не дает покоя режиму По этой причине под различными предлогами режим пытается запугать и остановить возрождение ислама И судя по всему, даже у проправительственных имамов не получается угодить режиму, не говоря уже о независимых проповедниках и исламских активистах Таджикистан среди стран Центральной Азии продолжает оставаться страной, входящей в категорию опасный уровень рисков Заняв 57 место среди 178 стран в рейтинге слабости государств мира 2016 Fragile States Index 2016 Данный рейтинг ежегодно составляется исследовательским центром Фонд мира и американским журналом Frame Policy Рейтинг слабости государств мира отражает способность и неспособность властей контролировать целостность своей территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране Анализ индекса проводится на основании 12 так называемых критериев слабости государства, которые объединены в три группы – социальные, экономические и военно-политические В этих сферах Таджикистан относится к категории очень слабых стран, то есть уровень стабильности ниже среднего наравне с Каморскими островами Примечательно, что даже после подобной статистики по республике власти Таджикистана, как ни в чем не бывало, твердят о том, что тиран Рахмон является спасителем нации, основателем таджикской государственности, гарантом стабильности и так далее В ходе пресс-конференции, прошедшей 11 июля 2016 года в Душанбе, директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Худой Берди Холик Назар заявил, что возвращение влиятельным и авторитетным мулам трибуны в мечетях для проповеди не поможет в борьбе с экстремизмом По словам Худой Берди Холик Назар, эмиссары исламского государства ИК используют такие ухищренные методы, что традиционные призывы не помогут бороться с экстремизмом или оставить присоединение молодежи к ИК Также он подчеркнул, что на стадии завершения находится разработка национальной стратегии РТ по предотвращению насильственного экстремизма и радикализма, ведущих к терроризму Предложение специалистов ЦСИ в данной стратегии заключается в том, чтобы начать обучение истории ислама ханафитского толка, который является толерантным в старших классах средних школ Когда со школьной скамьи молодежь узнает об истинном исламе, то радикальным эмиссарам сложно будет сбивать ее с пути, резюмировал он Отметим, что режим Рахмона еще в 2009 году выбрал для себя роль защитника ханафитского мазхаба, как один из методов в борьбе с исламом И этот метод кое-то время был результативным Силу того, что основная часть населения Таджикистана придерживается именно ханафитского мазхаба, режим при помощи богословов, состоящих у него на службе Пытался навязать народу понятие о том, что все исламские мысли, распространяемые посторонними богословами, являются для народа чуждыми и ведущими к заблуждению Но на сегодняшний день, как отмечают эксперты, основная часть населения Таджикистана, особенно ее молодежь, осознала, что пропагандируемая властями так называемая толерантность не имеет ничего общего с исламом и ханафитским мазхабом И этот факт указывает на беспомощность Рахмона в идеологической борьбе против ислама, что заставляет режим ужесточать силовые методы в борьбе с инакомыслием